Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я провожу прямой эфир накануне важных событий, которые происходят в нашей стране и произойдут в ближайшие дни, месяцы в этом году. Сейчас в стране большие ожидания. 9 июня Назарбаев объявил досрочные выборы Казахстана и он продвигает на эту позицию Касмжемарта Тукаева. Все кандидаты остальные, они подставные, включая Амиржана Хосанова, который вступил в сговор с властью и таким образом пытается получить какие-то дивиденды. Изображая оппозиционера и власть хочет разыграть следующую операцию, что победил Такаев, некого оппозиционера. Даже в зарубежных СМИ таким образом появляются различные статьи, где звучат слова, что вот впервые допустили якобы оппозиционера. И завтра, когда бюллетени будут подделаны, пропаганда Назарбаева будет говорить о том, что в тяжелой борьбе победил с гигантским перевесом Касмжемар Тукаев. Вот собственно цель, для чего туда затащен Амиржан Хосанов. И хочу вам напомнить, что когда кто-то говорит, что впервые якобы представитель оппозиции участвовал на выборах, пусть даже досрочных, пусть даже нелегитимных, это не так. В 2005 году оппозиция действительно объединилась и выставила единого кандидата Жармахан Туикбаева тогда. Но понятно, что власть и тогда подделывала бюллетени и лидерам оппозиции, тем силам, которые в тот момент объединились, не хватило единства и воли, чтобы заявить, что выборы были нелегитимные, бюллетени были подделаны и так далее. Но сейчас абсолютно другая ситуация. Другая ситуация, потому что 30 лет этот режим управляет страной, создал массу проблем. Фактически основная часть населения или бедная, или нищая. И поэтому накопилось гигантское недовольство действующим режимом. И когда Назарбаев, исполняющий обязанности, назначил Хасамжимар Тукаева, первая его инициатива была в том, чтобы переименовать столицу Астану Нур-Султан, чем был вызван гнев основной части наших граждан. Поэтому этот кандидат дискретирован полностью, Хасамжимар Тукаев. Понятно, что он будет работать только на Нур-Султана Назарбаева, который хочет построить ханство. И все непопулярные решения поднять на белую кошму Нур-Султана Назарбаева, объявить его ханом, построить монархический султанат, Назарбаев хочет сделать руками Хасамжимар Тукаева, этой куклы, который не способен принимать никакие решения, вообще ни в чем, ни себя никогда не проявил. Это кукла, мумия, полный патент, который говорит те слова, которые вкладывает в него Нур-Султан Назарбаев. Я работал с Хасамжимар Тукаевым в одном правительстве, посещал с ним разные страны, мы постоянно обсуждали какие-то вопросы на заседании правительства. Я вас могу заверить, при том, как человек, который неплохо его и хорошо, даже довольно хорошо, знает лично, что этот человек не способен ни на что. Ни на позиции министра иностранных дел, нигде. Он никак ни себя не проявил, просто протокольно произносил какие-то дежурные фразы. И вот, собственно, такого человека Нур-Султан Назарбаев пытается легитимизировать, назначить на позицию президента. И мы все должны понимать, что эта позиция временная. Дело в том, что после того, как мы разоблачили планы Нур-Султана Назарбаева построить Ханцево, назначить на должность президента Даригу Назарбаеву, Назарбаев решил сделать более хитрый ход, который тоже для всех нас очевиден. То есть он пытается этого невнятного пустышку Такаева назначить президентом, а затем через какое-то время эта власть будет передана председателю Сената Дариге Назарбаевой, которую Назарбаев опять же ввел в Сенат своим указом. То есть ее не избирал народ, потом несколько десятков сенаторов собрались, проголосовали и назначили ее председателем Сената. Поэтому вся эта семейная структура власти, которой стремится Нур-Султан Назарбаев, он хочет его отрегулировать назначением сначала Токаева, а потом вместо Токаева поставить Даригу, потому что Дарига может спокойно стать президентом страны, если Токаева по каким-то причинам заявит, что он не способен исполнять обязанности главы государства. И весь пятилетний период президентства может взять на себя Дарига Назарбаева. Вот собственно такой примитивный план, который пытается реализовать Нур-Султан Назарбаев. И очевидно, что сейчас, когда придет к власти формально Токаев, безвольный такой человек, он ни одного движения не будет делать без команды Нур-Султана Назарбаева. Ни одного. Ни одной инициативы. Он из своего кабинета, прежде чем какую-то бумагу вытолкнуть подписанную, он получит тысячу раз личные согласования со стороны Нур-Султана Назарбаева. Я уж не говорю о том, что он обложен, что руководителем администрации нынешнего президента является Бахачан Сагентаев, бывший премьер-министр, это доверенный человек Нур-Султан Назарбаева. Управление делами, все советники, все кадры Нур-Султана Назарбаева. Поэтому такая просто номинальная фигура. Вот собственно, я уверен, что основная часть населения понимает, что Назарбаев строит султанат и, конечно же, мы не дадим и не позволим Нур-Султану Назарбаеву реализовать этот план. И Назарбаев пытается весь негатив отыграть, слить на Токаева, а затем такая светлая и прозрачная умная женщина, дорога Назарбаева, приходит, занимает позицию президента. Это вызывает гнев у наших граждан. Мы сейчас видим небывалую политическую активность, небывалую. И 1 мая многие из вас могли видеть, как на площадях и улицах страны наши граждане выразили протест. Протест всем действиям, действиям Нур-Султана Назарбаева, его, по сути, бездействию. Матери страдают, пенсионеры страдают. Вся страна находится под гнетом этой семьи, которая является супермиллиардерами, ни дня не работая в бизнесе. Они монополизировали всю экономику. Нефтегазовую отрасль, сырьевые предприятия, земельные активы, крупнейшие строительные компании, коммуникации, электростанции, уголь. Абсолютно все основные активы страны находятся под контролем семьи. И понятно, что многие граждане наши не могут получить доступ даже к этому сырью, получить лицензию, перерабатывать. Наши бизнесмены, многие из них, сделавшие свои состояния не путем поддержки со стороны семьи Назарбаева или самого Назарбаева, а именно благодаря своему таланту, они вынуждены отдать часть доли своего бизнеса, этой политической верхушки, самому Назарбаеву, его зятью, его приближенным. Они потеряли возможность проявить свои качества в полной мере, качества талантливых предпринимателей. Одним словом, вся страна находится под давлением, тотальным гнетом семьи султана Назарбаева и его приближенных. И все последние события, особенно митинги 1 мая, показывают, что наши граждане готовы на активные действия. Именно на акции протеста. Мы много раз озвучивали, говорили, что мировая практика показывает, что 3,5-5% от общего количества населения, а в нашем случае это от 500 тысяч до миллиона человек, решает фактически все с точки зрения развития нашей страны. Это мировой пример. Когда от 500 тысяч до миллиона человек выходят на улицы, когда такое количество людей проявляет активность, проявляет свою гражданскую позицию, борются за свои права, их примеру следует вся страна. И поэтому мы убеждены, что наступит очень скоро тот самый момент, когда на улицах страны мы увидим те самые полмиллиона или миллион человек. Это уже неизбежно. Совсем недавно, когда этот режим преследовал наших активистов, задерживал на 5 суток, на 10 суток, на 15 суток, мы испытывали серьезные проблемы, чтобы просто найти им адвокатов, адвокатов, которые могли бы их защитить. Были проблемы, чтобы правозащитные организации, которые существуют в нашей стране, подключились к их защите. Не так много было международных правозащитных организаций и собственно международных структур, которые бы реагировали на события в Казахстане. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Изменилась, потому что мы последние два года, с момента создания демократической выбора Казахстана, активно работали как внутри страны, очень много работали с нашими активистами, запустили чат активист ДВК, очень много выпускали видеороликов, очень много было прямых эфиров. И, наконец, сейчас мы ощущаем, что это дало результат. Завтра, 9 мая, будут митинги по всей стране. В рамках шествия, которые организует власть, бессмертный полк. Власть сейчас напугана. Сейчас истерически выходит видео, в котором якобы ветераны призывают людей не ломать, не портить. Святой праздник, 9 мая. У нас все праздники святые, как я говорил. И ветераны, которые воевали, им должно быть 95 минимум-100 лет. Таких ветеранов у нас почти не осталось. Если власть говорит, что беспокоится о ветеранах, где была эта власть все время, вспоминая только о них 9 мая, и ветеранов там практически таких не осталось. Те люди, которые выходят и заявляют, что они якобы ветераны, это ряженые куклы. Потому что ветераны, которым 95-100 лет, они уже не в состоянии такие речи произносить они не будут. Потому что они боролись за свободу нашей страны, за благополучие, не за ту рабскую жизнь, на которую обрекает султан Назарбаев свой народ. Вы сейчас слышите мифических афганцев, которые говорят, что они против этих митингов. Но мы все прекрасно знаем, что афганцы, которые действовали по приказу советского правительства и участвовали в боевых действиях в Афганистане, они забыты, они инвалиды. Они получают маленькую пенсию, у них нет работы. Поэтому два человека, которые представляют якобы афганцев, это тоже ряженые куклы на султана Назарбаева. Завтра выйдут тысячи и десятки тысяч людей на шествие бессмертный полк. Это пенсионеры, которые получают нищенскую пенсию. Это матери, которые получают нищенские пособия. Это наши граждане, которые получают заработную плату, не позволяющую вести достойный образ жизни. Поэтому завтра выходят на площади и шествие те люди, которые недовольны режимом. Которых режим фактически за 30 лет своего управления страной загнал нищету. Я призываю всех тех казахстанцев, которые хотят перемен, которые хотят изменений, завтра поддержать нашу инициативу, наши требования. Но султан не наша столица, Такаев не наш президент. Свободу политическим заключенным. Я призываю вас выходить с портретами наших политических заключенных, которые борются и боролись с этим режимом. Выйти с портретами тех, кого режим сейчас содержит в тюрьме, посадив на 10-15 суток за участие в митингах 1 мая. Там много женщин, много мужчин. Ситуация кардинально поменялась. Мы видим, какое количество адвокатов безвозмездно готовы их защищать. Мы видим очень много активистов и сторонников перемен, которые говорят, что завтра на 9 мая они будут раздавать воду для участников этого шествия. К нам обращаются многие активисты из других городов, которые хотят приехать в Астану. И они приедут, чтобы участвовать в этих шествиях. Они хотят проявить свою гражданскую позицию. Мы, находясь на острее этого политического процесса, каждый день ощущаем, ощущаем огромный подъем, огромное вдохновение, желание внести свой клад в перемены, которые неизбежно произойдут. Очень много ко мне поступает вопросов, а что же будет, когда мы добьемся смены режима? Что будет с теми, кто является членами партии Нур-Атан? Что будет с теми, которые работают в силовых структурах? Что будет с теми, которые работают в правительствах или в Акиматах? И вообще, как мы будем развивать страну? В этой связи я хотел бы дать пояснение. Я знаю, что есть такие люди, которые хотят расправы, требуют некой иллюстрации. Посадить в тюрьму тех, кто был на стороне власти, помогал Нур-Султану Назарбаеву. Говорят о некой иллюстрации, тотальной иллюстрации. В этой связи, я думаю, есть смысл сейчас, когда мы на пороге больших перемен, изложить позицию демократического выбора Казахстана. Почему демократического выбора Казахстана? Потому что сейчас мы являемся единственной политической силой, организованной, в состав которой входят тысячи и тысячи активистов. И у нас сотни тысяч людей, поддерживающих нашу политическую платформу и наши экономические программы. Мы единственная политическая организация, которая четко расставляет акценты и говорит, что этот режим необходимо сменить. И больше нет в стране ни одной политической силы, которая открыто об этом заявляет. Есть кто что-то мямлит, что-то говорит, что-то там мычит, но четкости ни у кого нет. А сейчас повестка дня такая, что нашему народу требуется ясность. А ясность заключается в том, что этот режим султана Назарбаева мафиозный и преступный. И все те, кто ему помогают угнетать народ, члены мафиозной преступной группировки. И эта четкость должна присутствовать. Это народ говорит везде, дома, на кухне, на улице, между собой. И мы, по сути дела, отражаем эти настроения. Мы, когда я говорю мы, мы демократические выборы Казахстана, который объединяет в своих рядах десятки и сотни тысяч прямых сторонников и тех, кто готов голосовать за наши программы. Я в своих выступлениях говорил, что именно благодаря активным действиям народа будет организовано временное правительство Казахстана, который возглавит политическое движение, демократические выборы Казахстана, не партия. Движение объединяет самые разные силы. Сейчас главная наша задача это смена политического строя, смена режима на султана Назарбаева. В течение полугода временное правительство будет создано таким образом, что ключевые сторонники, активисты, профессионалы своего дела займут позиции министров, временно исполняющие обязанности Акимов, временно исполняющие руководители национальной кампании и других государственных структур. На первых порах в течение полгода именно представители политического движения демократические выборы Казахстана займут ключевые посты. В течение полугода мы проведем парламентские выборы. Парламентские выборы при этом будут созданы все условия, чтобы те политические фигуры, которые хотят создать свои партии, могли зарегистрировать партии, даже если в этих партиях три человека, учредители. Не имеют никакого значения. Затем эти партии могут участвовать в выборах в парламент и получать поддержку от своих избирателей. Именно вы, избиратели, будете решать, какая власть будет в нашей стране и какая политическая линия, какой политический строй будет существовать в Казахстане. Мы, активисты и организаторы политического движения демократические выборы Казахстана, тоже как все, будем создавать новую партию, которая будет называться демократические выборы Казахстана. Мы озвучим свои политические программы и будем бороться за места в парламенте наряду с другими партиями, которые будут созданы в течение полугода. Это первый этап. Затем депутаты, избранные народом, именно избранным народом, не те куклы Назарбаева, которые ничего не решают, которые не представляют своих избирателей, не представляют народ, а именно в парламенте будут представители народа, избранные народом. И этот парламент внесет поправки к конституции и должность президента будет ликвидирована. Этот парламент будет назначать правительство главе с премьер-министром. Если правительство и премьер-министр не исполнят своих программ, будут неэффективно работать, парламент страны может в один день отправить в отставку в полном составе всего правительства. Вот, собственно, так будут проходить первые шаги. Далее. Когда победившая партия придет к власти, мы, соответственно, несем поправки законодательства в парламенте, которые приведут к тому, что акимы областей, городов, районов, населенных пунктов будут избираться народом. Судьи тоже будут избираться народом. Только верховный суд, члены верховного суда будут назначаться самим парламентом. Таким образом, формируется такая властная структура, как мы говорим, парламентская республика, когда именно народ является источником власти. Когда никто, ни министр, ни премьер не сможет построить семейное государство, не сможет протаскивать свои кланы, своих родственников, потому что все ключевые назначения будет осуществлять парламент страны, избранный народом. И вот здесь очень важный момент. Что же будет так называемым нуратанцами с теми, кто сейчас во власти? Я хотел бы изложить нашу позицию. Я все время говорю, что мы не должны устраивать охоту за ведьмами. Мы не должны наращивать число сторонников Нурсултана Назарбаева, которые сегодня еще на распутии. Они ненавидят этот режим, но они боятся быть с народом, потому что они каким-то образом помогали Нурсултану Назарбаеву укреплять власть. Они участвовали, безусловно, в каких-то коррупционных схемах. И если мы сейчас начнем говорить, что мы всех посадим в тюрьму, то я хочу сказать, что мы фактически создадим ситуацию, когда будет массовое сопротивление большого количества людей, которые обладают ресурсами и влиянием на большую группу людей. И тот путь, который мы хотим пройти, а именно прийти к власти, добиться изменений, он будет более длинный, более сложный, более проблемный и будет сильное сопротивление большого количества людей. В этой связи я хочу изложить свою позицию. Но Султан Назарбаев у власти 30 лет. И он построил мафиозные государства, где все ключевые назначения идут по принципу клановости, близости, родственных отношений, каких-то деловых отношений. Вы знаете, что система взяток, она проникла на все уровни нашей страны, на все. Так или иначе, практически каждый давал взятки, был вынужден давать. Наш бизнес, для того, чтобы мог как-то развиваться, встраивал политическую верхушку в свой бизнес. Тендеры, они выигрывались не в результате того, что кто-то давал лучшие условия, а именно потому, что кто-то сверху крешевал, они отдавали часть дохода, бизнеса этой политической верхушке. Вся наша политическая система, вся наша жизнь построена на взятках, на коррупции, на родственных отношениях. Именно поэтому мы являемся бедной, нищей и отсталой страной. Мы, если хотим построить сильную передовую страну, мы должны перестроить всю политическую систему, все отношения между людьми, сделать их честными, равными, правдивыми, чтобы каждый был равен перед законом. Чтобы не было такой ситуации, как сейчас, когда именно политическая верхушка живет вне закона. Закон, даже если существует, он не исполняется. В этом же законе написано, что вы имеете право на митинги, акции, пикеты, но вы знаете, что у нас эта власть, полиция, арестовывает людей за пустой плакат. Полиция может просто налететь и задержать какое-то количество людей просто на тротуарах. То есть закон в нашей стране не работает. Мы хотим построить другую страну, передовую и сильную. И мы на пороге всех этих изменений. 30 лет Нурсултан Назарбаев управлял страной. И он фактически многих из вас коррумпировал. Учителей, врачей, студентов и так далее. Силы загнали в партию Нуратан. И наши учителя являются соучастниками преступлений при подсчете голосов, когда наших представителей, я в кавычках скажу, наших представителей, якобы избирает в парламент, подделывают все бюллетени. Даже сейчас, когда идут досрочные так называемые выборы президента, многих из вас этот режим принуждает. Вы отдаете свои голоса, перечисляете деньги, фонд Хасмажимар Тукаева, под принуждением вы участники и часть этой коррумпированной системы. Вот как мы можем новая власть, а она будет безусловно, наказывать всю страну, всю страну, которая находилась под гнетом этой мафиозной политической верхушки. Как мы можем наказать несколько сот тысяч учителей, сотни тысяч врачей, миллион студентов, работников на разных предприятиях, в нефтегазовом секторе, машиностроительной отрасли, сырьевых предприятий, которые контролируют, но султан Назарбаев, которые принадлежат ему лично. Как мы можем наказать тех людей, которые работают на государственных предприятиях и им ставить условия, говорят, что если вы не проголосуете за, например, Хасмажимар Тукаева, вчера за Нурсултана Назарбаева, то вы будете уволены. Как мы можем наказать всю страну, если этот режим 30 лет контролировал страну. В этой связи я хотел бы сказать следующее. Нам не нужно гоняться за всей страной, преследовать практически всю страну и обвинять кого-либо в сотрудничестве с режимом султана Назарбаева. Должен быть очень простой и ясный подход. Я уже думал над этим. Около 200 человек. Это ключевые министры, как, например, глава спецслужб Карим Масимов, его первый зам Самат Абиш, племянник Нурсултана Назарбаева, бывший министр внутренних дел Касимов, который сейчас помощник Нурсултана Назарбаева на позиции председателя Совета национальной безопасности. Он участвовал в расправе жану-зенцев. Ряд силовых министров и ближайших сподвижников Нурсултана Назарбаева мы, безусловно, должны наказать. Наказать тех, кто участвовал в преступлениях против своего народа. Таких людей около 200 человек. Мы должны их арестовать, отобрать, национализировать их активы. И, в целом, я считаю, что нам нужно амнистировать людей. Да, среди них есть те, кто себя неправильно вел, оказывал давление, действовал по приказу режима. Особо тех, кто осуществлял страшные злодеяния, безусловно, мы накажем. Но, в целом, я думаю, что необходима амнистия, чтобы мы могли с чистого листа начать движение вперед. Даже если мы накажем эти 200 человек, эту политическую верхушку, то сумма, которой поступит в бюджет страны, исчисляется десятками миллиардов долларов. Только состояние Нурсултана Назарбаева составляет не менее 200 миллиардов долларов США. Его зятя Тимура Кулебаева несколько десятков миллиардов долларов. То есть, этих средств, которые мы конфискуем у Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, нам достаточно, чтобы начать серьезные экономические преобразования, провести серьезные политические реформы. Именно так построить страну, чтобы народ действительно стал источником власти. Эти средства мы должны направить, чтобы создать серьезную социальную базу, сформировать условия для того, чтобы наш народ жил хорошо. То есть, построить новые заводы, выплачивать различные компенсации матерям, платить нашим пенсионерам достойные пенсии, чтобы у нашей дороги были в хорошем состоянии этих средств достаточно. Но мы не ориентируемся на эти конфискованные средства. Сейчас, ежегодно, эта политическая верхушка разворовывает десятки миллиардов долларов. Минимум по несколько десятков в год просто разворовывается. Но более страшно другое. Страшно то, что эта политическая верхушка, монополизировав все сферы деятельности человека, нефтегазовый сектор, сырьевые, такие направления, как производство меди, ферросплава и все прочее, они монополизировали и все лицензии держат в своих руках и не дают нашим предпринимателям свою часть, чтобы они сделали вклада именно в развитие сырьевых предприятий. Очень много лицензий сразу автоматически уходит в руки с подвижников Нурсултана Назарбаева. Поэтому это приводит к тому, что страна деградирует, находится в депрессивном состоянии. Сотни тысяч талантливых людей, они не могут найти себе применение, потому что в стране мало рабочих мест. Потому что при режиме Нурсултана Назарбаева не появляются перспективные предприятия, они не появляются, потому что все фактически монополизировано. Поэтому мы, создав нормальные условия, задавив коррупцию, создав такую ситуацию, когда именно народ все решает на местах, создадим мощнейшую машину, машину активных людей, которых в нашей стране достаточно, их десятки тысяч. Вы сейчас видите, когда наша молодежь выражает свою позицию, они действуют очень креативно, открыто, талантливо, и вы завтра таких же талантовых людей увидите в сфере производства, организации бизнеса, в нашей политической жизни. Вы увидите очень много талантовых людей в сфере культуры, образования, которые сейчас задавлены, они боятся открыть рот, потому что за свободные мысли этот режим просто сажает в тюрьму. Даже за простой плакат «От правды не убежишь» двоих молодых людей посадили на 15 суток. Как можно в условиях тотального подавления личностей что-либо развить, что-либо построить? Как у нас могут появиться талантливые пирсы, поэты? Как могут у нас появиться талантливые ученые или предприниматели, если эта власть всех давит? Мы построим другую политическую систему, свободную, свободную от коррупции. И поэтому я хочу сейчас заявить, мы не будем преследовать десятки, сотни тысяч людей. Мы не должны этого делать. Мы не должны копаться в прошлом. Мы должны только преследовать тех, кто очевидно совершили преступления против своего народа, участвовали в пытках и расстрелах или в массовом разграблении. Я уверен, что именно, если говорить о узкой политической верхушке, их не более 200 человек, отъявленных негодяев. Именно их мы должны наказать. Сейчас, накануне выборов 9 июня, как я уже говорил, наблюдается высокая активность гражданского общества. Очень многие ясно понимают, что дни этого режима сочтены. Никто не знает, сколько этот режим еще будет существовать. Может быть, там 2-3 месяца, может, чуть больше. Но то, что этому режиму пришел конец, многие это уже осознают. И в этой связи, я думаю, что мы все должны понимать, куда должна развиваться страна, какое общество мы должны построить. Мы должны построить передовое общество с ориентиром на Соединенные Штаты в Америке и ведущие европейские страны, где сильная экономика, сильная наука. Это те страны, которые можно назвать, что они являются лидерами цивилизации, они двигают человечество вперед. Мы тоже должны внести свой вклад, построить такую сильную передовую страну. Поэтому мы, наше законодательство, все законы должны перестроить так, чтобы это приводило к тем же самым результатам, которых добились эти ведущие страны мира. Я сейчас хочу буквально максимально коротко остановиться на разных слоях населения, на разных социальных группах. Несколько слов о бизнесе. У нас талантливых бизнесменов много. Я знаю, что сейчас в обществе существует определенный негативный настрой, когда бизнесменов называют жуликами и все прочее. Это в большей степени связано с тем, что эта политическая верхушка захватила основные сегменты бизнеса. И для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, приходится подлаживаться под этот мафиозный строй, давать взятки, нарушать законодательство, налоговое и все прочее. Одним словом, производить те нарушения, которые, по сути дела, делает политическая верхушка Нусултана Назарбаева. Но во всем мире бизнес – это двигатель. Двигатель экономики. Двигатель всего. Потому что именно эти предприимчивые люди строят экономику в страну, в страны, создают новые рабочие места. И все эти предприятия начинают платить огромные налоги, на основе которых выплачиваются пенсии, проводится ремонт дорог, строительство новых дорог, решаются какие-то социальные программы, научные открытия бизнесмены реализовывают. Как вы знаете, в Америке Маск предприниматель организовывает космические программы. Он сейчас фактически занял ведущие позиции, с нуля организовав передовой бизнес. Тот же самый известный Билл Гейтс. Это мировые лидеры бизнеса. Я уверен, что в нашей стране мы в состоянии тоже организовать целый слой таких предпринимателей, которые наряду с известными американскими предпринимателями займут ведущие позиции в мире и прославят нашу страну не только просто на слух, но и своими экономическими достижениями, своими успехами, своим вкладом в развитие нашей экономики. Поэтому, уважаемые бизнесмены, у вас сейчас большая возможность. Потому что мы завтра национализируем основные отрасли, которые контролируются Нурсултаном Назарбаевым. Это медная отрасль, ферросплавная отрасль, это угольный бизнес, это сфера энергетики, это нефтегазовый сектор. Те сырьевые предприятия, которые сейчас находятся под контролем семьи, они будут национализированы. И вы завтра через открытые прозрачные тендеры получите возможность участвовать в развитии этого сектора экономики. Более того, и даже более важно, вы получите свободу. На вас не будет оказывать давление налоговая полиция или любые другие политические структуры Нурсултана Назарбаева, которые угнетают вас, заставляют вас уходить от налогов, выворачиваться. Вы в состоянии законно работать и развивать новые направления бизнеса, сделать свой вклад в цивилизацию, в развитии новых отраслей. И это возможно только тогда, когда будет работать честное народное правительство, будет построена демократическая страна. Сейчас вы еще на распутии, сейчас вы еще боитесь, сейчас вы еще колеблетесь, но вы должны ясно понимать, что именно в демократической стране раскрываются таланты предпринимателей, именно в демократической стране у вас появятся огромные возможности, чтобы вы раскрыли максимально свой талант. Поэтому, уважаемые предприниматели, бизнесмены, я сам совсем недавно работал в сфере бизнеса, я хорошо знаю ваше настроение, хорошо знаю ваши проблемы, поэтому, как человек, который работал и в политических структурах, работал министром, был предпринимателем, работал в банковской системе, я хорошо понимаю ваше чаяние, о чем вы думаете, как вы хотите развивать свой бизнес, и знаю, что вы в состоянии, развив свой бизнес, внести свой вклад в развитие нашей страны. Я призываю вас сейчас сделать вклад, вклад, чтобы этот режим ушел. Финансируйте наши политические программы, помогайте, выходите на меня, выходите через наш чат активист ДВК, вы талантливые люди, вы найдете возможность, даже в условиях тотального контроля, связаться с нами, помочь, помочь людьми, помочь ресурсами, помочь организационными действиями, одним словом, сделать все, чтобы этот режим ушел, и чтобы мы открыли новую страницу развития нашей страны. Уважаемые сограждане, мне задают вопрос и бизнесмены, государственные служащие, разные люди, как будет оплачиваться их труд. Я уже говорил, но, тем не менее, я думаю, что есть смысл повторить. После того, как правительство демократического выбора Казахстана будет организовано, будет назначено парламентом, мы в течение двух месяцев примем законы, которые немедленно отрегулируют уровень оплаты нефтегазового сектора и других сыровых отраслей. Как я уже ранее говорил, средняя заработная плата будет законодательно закреплена в этих отраслях не менее чем 1500 долларов. То есть, по текущему курсу приблизительно 600 тысяч тенге это будет средняя заработная плата. И на этих предприятиях владельцы обязаны будут платить не менее 1000 долларов. Любой человек, уборщица, водитель, те люди, которые прямо даже не участвуют как нефтяники или как специалисты, они меньше 1000 долларов не будут получать. То есть, порядка около 400 тысяч долларов. Сейчас эти отрасли тоже в состоянии это платить, потому что аналогичные предприятия в мире платят эти деньги. В нефтегазовом секторе заработная плата не менее 10 тысяч долларов в среднюю в месяц. Наша нефть продается по мировым ценам. Когда вам говорят, что наша нефть плохая и так далее, вы не слушаете. Я вам, как бывший министр энергетики, говорю следующее. Казахстанская нефть продается по мировым ценам. и себестоимость нашей нефти ниже среднего, ниже, чем в Америке, в Норвегии и так далее. А в этих странах работники получают от 10 тысяч долларов в месяц заработную плату. В сырьевых предприятиях, таких как медная группа, производство меди, цинков и расплавов, работники начинают получать зарплату от 3 тысяч долларов. Поэтому вы все должны понимать, что решение правительства демократического выбора Казахстана, что минимальная зарплата будет не менее тысячи долларов, а средняя 1500 это абсолютно реальное. Более того, это заниженное. Но мы можем установить минимальную зарплату, которую обязаны платить владельцы этих предприятий. Я уж не говорю о том, что нефтегазовый сырьевой сектор в основном принадлежит Нусултану Назарбаеву. И все это будет конфисковано. Конфисковано государством. И поэтому представитель государства, который будет управлять этими предприятиями, немедленно установит заработную плату в среднем минимум 1500 долларов. То есть порядка 600 тысяч тенге. Сейчас на этих предприятиях работники получают порядка 100-150 тысяч тенге в месяц в среднем. Даже нефтяники, когда говорят, что мы получаем 300 или 400 тысяч тенге, они получают за два месяца работая вахтовым способом. Поэтому ваша заработная плата поднимется в несколько раз и она будет обеспечена твердой валютой, экспортной выручкой от продажи этих товаров за пределы страны. Соответственно, когда такие будут выплачиваться заработной платой, то вы знаете, с фонда заработной платы 10% предприятий платит налог. То есть если у вас зарплата 600 тысяч тенге, 60 тысяч тенге 10% пойдет в бюджет страны. А сейчас когда зарплата порядка 100 тысяч тенге, в бюджет поступает всего лишь 10% это 10 тысяч тенге. То есть в 6 раз, 5 раз увеличится поступление в бюджет только от налога подоходного. Как вы понимаете, соответственно, будет резкое пополнение бюджета страны. И бюджет страны увеличится по своему размеру минимум в 2 раза. Это приведет к тому, что правительство демократической выборы Казахстана будет в состоянии увеличить размер пенсии, как я говорил, к существующей накопительной пенсии будет доплачиваться гарантированная минимальная пенсия до 400 евро. Это около 170 тысяч тенге существующей вашей пенсии. В нашей стране более 2 миллионов человек являющихся пенсионерами. Соответственно, 2 миллиона человек сразу увеличат свои ежемесячные доходы минимум на 170 тысяч тенге. Учителя врачи, работники бюджетных предприятий стартует с минимальной зарплаты тысячи долларов в месяц. Сейчас наши учителя, врачи получают 100-150 тысяч тенге максимум. Это 200-300 долларов. Может быть 400 кто-то. А зарплата, соответственно, при правительстве демократического выбора Казахстана минимум удвоится или утроится. вы мне снова и снова будете задавать вопрос «А где средства?» А я вам объясняю, что десятки миллиардов долларов просто расхищаются. То есть сейчас, когда вы получаете такую мизерную зарплату в нефтегазовом или сырьевом другом секторе, а наши продукции продаются по мировым ценам, уровень зарплаты, который аналогичных предприятий получают работники, я вам озвучил, и вы должны себе задать вопрос «А кто же эти деньги ворует?» Их ворует султан Назарбаев, который контролирует нефтегазовый сектор и эти все сырьевые предприятия. Поэтому эти деньги есть сейчас немедленно, прямо сейчас они воруются этой политической верхушкой. Поэтому эти ресурсы будут обеспечены немедленно, после того, как правительство ДВК придет к власти. Через два месяца уровень оплаты труда поднимется в сырьевых предприятиях, бюджетных предприятиях. Соответственно денег в стране станет больше. Эти деньги будут тратиться людьми, которые получают более высокую заработную плату. Они будут покупать машину, они будут покупать квартиру, они будут покупать одежду, они будут ходить в рестораны, кафе и парикмахерские. Соответственно эти деньги вхлынут в частный сектор. И все эти доходы будут вашими. Заработная плата резко поднимется в частном секторе и не зависит от того какая у вас должность электрик вы или водитель у всех резко поднимется заработная плата. И это не чудеса. Тот уровень доходов, который мы описали в программе демократического выбора Казахстана, он только предполагает догнать в течение 3-4 лет страны Балтики. Это Литва, Латвия, Эстония, уровень жизни которых минимум в два раза выше, чем казахстанцев. При том, что эти страны не обладают никакими сырьевыми ресурсами, которыми обладает Казахстан. У них нет ни нефти, ни газа, ни урана, ни меди, ни цинка, ни ферросплавов. У них всего этого нет, а у нас есть. И мы только-только будем догонять в результате тех реформ, которые будут реализованы демократическим выбором Казахстана. И затем, после того, как мы сделаем первые шаги, наша задача не только догнать их, но и обойти эти страны и выйти на уровень Чехии и Польши. Это следующий этап развития. Эта программа реальная, абсолютно. Все деньги прозрачные, они есть сейчас в нашей стране, просто нам нужно перекрыть каналы воровства у этой политической верхушки Нурсултана Назарбаева. Поэтому, уважаемые казахстанцы, вы должны быть убеждены, должны знать. Я вам говорю, как бывший министр, как крупный предприниматель, как аналитик, как человек, очень хорошо знающий не только экономику Казахстана, но хорошо знающий экономику всего мира. Я заверяю вас, что у нашей страны гигантский потенциал, огромные возможности и единственное препятствие для того, чтобы наша жизнь изменилась, является режим Нурсултана Назарбаева, который, я уверен, и вы тоже это понимаете, в скором времени падет. И мы должны к этому подготовиться. Мы не должны слушать ряженых клоунов Нурсултана Назарбаева, которые нам говорят, не выходите на митинг в субботу, воскресенье, не выходите на праздники, не выходите в рабочие дни, вообще не выходите. Это несчастные люди, рабы Нурсултана Назарбаева, которые получают мелкие подачки и пытаются таким образом успокоить наш народ. Мы 30 лет жили в ожидании успехов, мы 30 лет потеряли свою жизнь, здоровье, многие из вас посидели в тюрьмах, многие из вас пошли через мучительный период жизни за период управления страной Нурсултаном Назарбаева. Пришло время перемен, эти перемены скоро настанут и каждый из вас может внести свой вклад. Я призываю вас завтра, 9 мая, выйти на эти митинги, участвовать и внести свой вклад. Я призываю вас выйти на митинги 31 мая. 9-10 июня я призываю вас помнить о наших политических заключенных, которые сидят кто-то многие годы, кто-то дни, но они сидят за будущее нашей страны и поэтому завтра, завтра вы можете и должны выйти с портретами тех наших граждан, которые пострадали за наши будущие, за тех граждан Джонозени, которых этот режим расстрелял. Изменения будут. Изменения происходят, вы сами все это ощущаете и видите страх этого режима, панику, когда он, этот режим обращается к неким мифическим афганцам, неким мифическим ветеранам или к заблудшим, которые почему-то считают, что ветеранов нужно вспоминать раз в год 9 мая, а не всю жизнь. Они бились за нашу свободную страну, за наше благополучие, а не за просто 9 мая, чтобы мы просто подняли их портреты, прошлись по улицам и забыли на следующий день, а кто-то эти портреты и выбросил в урну. Они бились за нашу свободную, сильную страну, они бились за нашу независимость, за то, чтобы наша молодежь не превращалась в роботов, не было загнанным состоянием, чтобы наша молодежь получила хорошее образование, чтобы у нас была сильная медицина и вообще, чтобы у нас была прекрасная страна. Наверное, они за это положили свою жизнь, а не за то, чтобы эта политическая верхушка во главе с султаном Назарбаевом крала миллиарды безнаказанно, стреляла в свой народ, Жан-Узени, могла избивать свой народ безнаказанно, разве они за это свою жизнь отдали? Нет, не за это. Мы все должны это осознать. Очень скоро будут перемены. Мы действительно построим новую страну, нам нужно обедниться, прекратить искать врагов внутри себя, внутри наших граждан. Мы все должны обедниться, и только так мы можем добиться перемен. И мы ее построим. Я надеюсь, сегодня я ответил на основные вопросы. Мы не будем преследовать всех, мы должны преследовать только узкую политическую верхушку, которую загнали нашу страну в такое состояние. Перемены произойдут на ваших глазах, перемены произойдут завтра, если мы все объеднимся, и каждый из вас не будет ждать какого-то чуда, не будет ждать героя, не будет ждать Запада. Каждый из вас, если сделать свой вклад, вы увидите, мы сменим этот режим мирным путем. Когда десятки тысяч людей выйдет на улицу, этот режим падет. Падет. Это было в Армении, это было в Грузии. Совсем недавно около миллиона алжирцев вышли на улицу, и президент Бутафлик ушел в отставку. Сейчас глава спецслужб, его младший брат посажен в тюрьму, разведчики всякие разные, которые действовали против народов, тоже посажены в тюрьму, и будет так все и у нас, если мы объеднимся, если мы не будем устраивать охоту за ведьмами, если мы отодвинем часть прошлого, негативного, которое было вчера, под воздействием этого политического режима, и только тогда мы добьемся успеха, а успеха мы добьемся очень скоро. Я призываю вас объединиться, выйти на митинги завтра, 9 мая, изменить судьбу нашей страны, изменить судьбу свою, своих детей, мы сможем построить сильную страну. Алга Казахстан!